привет всем огромнейший привет и я продолжаю эпопею своих обновочек да и сразу начну с того что раз четвертый брейс этой бритвы к лёше никак не доберусь но меня эта бритва не перестает удивлять это на мой взгляд очень любопытный инструмент и у меня стала даже вырабатывается своеобразная техника когда я пользуюсь этой бритвы сейчас я вам покажу это у нас с к 1 рюрич сайта вот так следующее вот у саши прикупил я уже показывал там в анонсе прикупил пришив масляный это органовое масло от сапонифичи варисина один разочек уже попользовался сейчас с вами определить мыло будет атака капа но я вам скажу так что я как-то им порас пользовался мне она не очень понравилась даже какой-то был по-моему пощипывание сейчас проверим это все по новой но мне очень нравится аромат этого мыло это что-то похожее я у трюфит инхилл тоже есть алмон и я хочу сказать что даже этот аромат на мой взгляд любопытней чем трюфит инхилл но трюфит инхилл понимала а крем для бритья это мыло для бритья такая баночка по-моему уже у меня усохлась я не столько попользовался сколько но аромат замечательнейший миндаль но он пахнет любопытнее даже чем и трюфита хотя у трюфита я хочу сказать вообще с ароматами все в порядке единственное там она может вам нравится может не нравится но ароматами и трюфита у меня помазочек то такой сильвертип и который уже больше ста лет касаемо решила этот решет видите как он с таким шариковым дозатором я долго думал как им пользоваться лучше сначала начал этим шариком водить по лицу на это так себе я понял что лучше всего вот так вот намазать на руку не затем это всем можно нанести на лицо ну кстати говоря если он не застынет и не залипнет этот шарик то я вам хочу сказать что это очень удобно на самом деле сейчас здесь много не надо по возюкал этим шариком и ладонь вся уже жирная кстати говоря самая бутылочка настоящий стекло и даже пробочка сама по себе такой пластик очень твердо чувствуется и ко всему прочему он еще с щелчком раз видимо чтобы не вытекал едем дальше наносим сейчас поправлю бритву я же еще не правлю так потянем чуть-чуть вот такой у меня хорошенький бордик и затем приступим касаемо касаемо самой вот этой бритвы кто-то из ребят мне написал что форма поугольное похоже на ножи которыми разделывают но не тушь а там отделяет кожу вот я кстати говоря что то такое припоминаю действительно и похоже я видел ножи никогда не занимаются охотой это как науток ходил уже как-то рассказывал мне очень жалко стало то все дела я стреляю не не неплохо достаточно метка даже в армии у меня я никогда не ползал по пластунски не собирал гильзы у меня все получалось очень неплохо из пистолета с автомата да но вот касаемо отстреливать животных это не мое ну не то чтобы там ни к сожалению ни радости просто не мое и все мне сказали ребят стреляешь метко на охотника из тебя не выйдет но я по этому поводу не очень-то и огорчился скажем так вот у меня получается и кстати говоря направиться на борде на мой взгляд даже проще и удобнее чем но именно на этом борде чем на самом ремне времени там разгон большой надо ее немножечко выворачивать немножечко надо выворачивать ее потому что ну можно принципе по прямой тогда надо делить ее как минимум на три части это полотно она коротенькая поэтому на так так и по прямой здесь ведешь вот прям как она сама по себе выглядит и пошел думаю достаточно дальше мыло сто лет им не пользовался сейчас посмотрим даже посмотрите в баночке не залипла немножко прокручиваются заодно проверим как это все дела обстоит может быть что-то изменилось и мое отношение к нему изменится но касаемо аромата аромат просто замечательный вот мне вообще реально нравились так действительно очень аромат это вот это потом очень мне нравилось мыло от Сьера витивер их нет ну это своеобразный аромат он совершенно не похож ни на витивер от Мартина Декандреан потом у меня там еще кстати я только сейчас понял что у меня там есть еще один витивер уже не помню от кого ну вот так это все выглядит сейчас я это все уберу разочек и затем еще раз нанесу нанесу одним словом горячую салфеточку как обычно минута я вернулся мыло впиталось ничего не осталось скорее всего здесь на растительные жиры кстати говоря от Ариана Деванс я забыл сказать оно на говяжьем жиру по-моему так касаемо арганового масла вообще оно само по себе дорогой даже у производителей в Марокко я был на производстве там они небольшие такие у них там стоят установки которые давят эти орехи и получают из него аргановое масло невероятно горькая кожица которая остается ну и само мыло это масло скорее всего тоже но оно своеобразно имеет аромат сначала вам может показаться что это не фильтрованное подсолнечное масло но нет оно пахнет несколько по-другому так пользуется очень много им компании производящие косметику ну вообще аргановое масло во многих производствах используется в основном я так понял это косметика итак ребята к чему я пришел вот видите в этой бритве вот этот носик он тупой совершенно потому что нам есть маленький такой скос и здесь вот ну вот где досель этого кромки здесь тоже нет она абсолютно тупая я пришел к следующему вот исходя из того как я себе представляю как я видел отделяет кожу там идет вот такое вот вот такое движение ну кто-то скажет ну господи оно и понятно там секательное движение но здесь я понял ей очень удобно начинать вот это самое движение с пятки на носок вот это вот таким вот образом выглядит смотрите единственное что кто изначально бреется не всей рукой а именно пальцами то есть и чуть-чуть помогая кистью это гораздо удобнее чем рукой потому что рукой это скажем так получается громоздко здесь вот чуть-чуть взял и и просто ее разворачиваешь вот раз 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 видите что получается ну если в обратную сторону то вот так стоп вот раз 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 очень удобно мне очень нравится таким манером грится вот и это все приводит вот так вот 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 на носочек вот вот как это выглядит на мой взгляд это очень удобно и ну а мыло как видите потихонечку подсаживаются то есть это тоже самое левой рукой здесь на работе лучше видно вот таки вот движение круговым скажем так так же самое здесь вот от пяточки ушел на носочек получается очень здорово как на делать как ножом раз и у меня стало получаться все лучше и лучше и даже здесь единственное конечно цеплялись должна быть естественно должен быть опыт ну залезть и снять с себя кожу нечего делать вот так вот это выглядит мыло ребята мне не нравится все-таки я сейчас им намылился но все-таки не так это у меня какая-то была немного болячка я ее срезал причем бритва уперлась и все-таки силком ее срезал резал и ладно сейчас я закончу хотя в принципе почему нет одним словом вот ребят еще разочек против шерсти еще больше начинаешь с пяточки и заканчиваешь носочком нужен навык можно конечно и бриться как обычной бритвы и это скажем так не будет хуже на мой взгляд вот таким вот образом бритва себя раскрывает полностью естественная подносом здесь изгаляться пяткой не надо надо конечно понимать где это можно и нужно делать что ж такое-то у меня а где нет так сейчас руку вытрукну как ладно видимо цель то же самое мыло никудышнее мне в прошлый раз не понравилось и в этот раз ладно там оседает бог с ним у нее скольжение паршивенькая я думаю что она может быть пойдет хорошо до станка да касаемо размеры полотна это дюйм даже чуть больше прошлый раз я так предполагал я не мерил линеечка на просто приложил ее своей филармонике у которой мы почти 26 ширина полотна вот и она даже в изгибе мне кажется чуть чуть шире так Вот таким вот образом, ребята. Сейчас еще разочек намылю лицо, вот единственное, что, наверное, это был неподходящий случай, когда можно было бы пользоваться этим мылом, потому что мыло только пахнет хорошо, но... Все остальное так себе. Так, опять же, посмотрите, вот в этой части, от пяточки. Раз, раз. Помните, как на родном фильме? Вниз, вверх. От пяточки на носочек. Кто-то скажет, да ну нафиг, изгаляться, все такое. Ну, это же, понимаете, ребята, тут все зависит от того, как ты относишься к этому делу. Так. Кстати говоря, у меня есть одна штука, которую я купил, но так и не пользовался. Сейчас я ее воспользуюсь вам, пожалуйста. Клей от Прораса. То есть, если не спеша, спокойненько себе, можно сказать, медитируя. Это очень любопытный инструмент. Я мог бы, конечно, сейчас взять просто побриться, как в прошлый раз, и все. Но сейчас я больше испытываю удовольствие именно от такой техники. Мне нравится. Так. 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 Вот еще одно. разворачивать подносом, поэтому я здесь подхожу горизонтально, а потом против и все. Сейчас это было не бегло, не эффектно, но на мой взгляд такая техника. Эффективнее, если не спеша, красиво, я этим буду дальше заниматься. Мне очень нравится этот инструмент. Давненько меня так не увлекали бритвы. Очень любопытная форма и есть чем заняться, скажем так. Так, а что будет автошейф? Автошейф, ребят, вот эта штуковина. А, вот нашел. Чан Фун Синг. На мой взгляд очень любопытный автошейф. Он спиртовой. И у него очень интересный аромат. Плюс хорошие уходовые качества. Вот это, скажем, ребят, и... Вот это. Я вам скажу, это две большие разницы. Это мутная белая какая-то субстанция. Честно говоря, я от мыла Ариана Эванс, скажем так, мне понравилась. Касаемо автошейфа этого, ну... Если вы до этого ничего улучшего не встречали, то, может быть, оно и понравится. Но... На мой взгляд, это гораздо высшего класса автошейфа. Он мне очень нравится. Аромат, содержимое. Здесь как-то все прозрачненькое. Бутылочка стеклянная. Та, тоже стеклянная, но, опять же, сама бутылочка тоже вот такая себе. То есть, вот это дело, в общем, даже ничего. На мой взгляд. Так. Сейчас я посмотрю. Что тут с моей болячкой? Угу. Сейчас за одной проверим. Он печет. Такой клей. С перечинкой, скажем так. Все. Ребят, собственно говоря, все, что хотел сказать, сказал. Ну и... Как-нибудь увидимся. Все. Пока. Пока. Пока.